День протеста, день борьбы за счастливую жизнь и народную власть. Таким 1 мая видит партия КПРФ, ведь праздник родился в политической борьбе за права и свободы обычных людей. В этот раз его традиционно начали торжественным шествием по улицам города, а продолжили митингом у памятника Владимиру Ленину, где были подняты многие актуальные вопросы. Мы добываем нефть, у нас дорогой бензин, мы добываем природный газ, у нас дорогой газ, у нас атомные электростанции, гидроэлектростанции, у нас дорогое электричество, и оно с каждым годом растет и растет, растет и растет. Вот если в любой развитой стране есть хотя бы что-то одно из перечисленных, у них социальная инструктура, у них отличные дороги, у них не хватает сайдиков, школ, они не перебиваются от зарплаты до зарплаты. Красные знамена объединили несогласных с законами, которые принимает современная власть. На митинге партии КПРФ говорили о повышении пенсионного возраста, увеличении НДС, росте цен на лекарства, ЖКХ и капитальный ремонт. Большие вопросы у коммунистов вызвала и экономическая ситуация в родной Рязани. Это задыхающиеся муниципальные предприятия, это транспортный кризис, это навязываем всем платные парковки, и все это под аккомпанемент роста цен, тарифов и введения все новых поборов. Вот это и есть истинные плоды трудов тех эффективных, так называемых эффективных менеджеров эпохи реставрации капитализма. На митинги коммунисты призывали вспомнить рязанцев о завоеваниях и трудовых подвигах октября. По их мнению, Россия за последние 30 лет превратилась из передовой страны в сырьевой предаток. Вот я просто слышу по телевидению, пустили завод по производству сыра, по переработке молока, по шинтирую пашек, а мы экономисты взяли и подсчитали, мы любим цифры. Если посмотреть, сколько закрыто за эти 30 лет предприятий и сколько они вводят в год, то потребуется, обратите внимание, чтобы догнать Советский Союз, им потребуется 198 лет. Также партия КПРФ не раз вспоминала о бесплатном образовании и медицине, которую смог дать людям Советский Союз, и что отняла современная Россия. Татьяна Голикова, которая отвечает в правительстве за социальную политику, декларировала за год 14 миллионов. Это в 100 раз больше наших пенсий. Ни в одной стране такого разрыва нет. Большое беспокойство коммунистов также вызывает мусорная реформа. Совсем скоро региональный оператор должен предоставить экономически обоснованный тариф, по которому за вывоз отходов будут платить все рязанцы. Если эта цифра окажется высокой, коммунисты призывают всех несогласных выйти на улицы города. Только так можно действительно повлиять на ситуацию и заставить власть услышать голос народа. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».